Переломный момент наступил сезон респираторных вирусных инфекций. Начался об этом сообщают врачи первичного звена. А также медработники настоятельно рекомендуют не заниматься самолечением. Что делать, если появились первые симптомы простуды и как не заболеть? Ответы на эти вопросы искала наша съемочная группа. Зульфия Садреева почувствовала недомогание в среду после обеда. По ее словам, вначале у нее сильно заболела голова. А уже утром начали беспокоить боли в горле. Зульфия Садреева решила обратиться за медпомощью в поликлинику номер 7. Сегодня с утра было как будто бы полегче после ночи. Но ближе к обеду опять стало хуже. Вот решила открыть больничный, чтобы уж не на ногах перенести все это. Медработники настоятельно рекомендуют не заниматься самолечением. При появлении первых признаков простудных заболеваний необходимо обращаться в свою поликлинику. Самолечение ни в коем случае недопустимо, потому что чаще всего, если люди приходят к нам уже отболев неделю или две, они приходят уже с серьезными осложнениями по типу пневмонии, бронхитов или других заболеваний. По наблюдениям медработников, количество пациентов с симптомами простудных заболеваний увеличилось примерно на 15-20%. И началось это ориентировочно 2-3 недели назад. Среди возможных причин – это нестабильная погода и то, что люди достаточно легко одеваются. В целях профилактики медработники советуют не сидеть под кондиционерами, одеваться по погоде. Если проветривать помещение, то следует выйти. Кроме того, врачи призывают горожан привиться против гриппа до подъема заболеваемости. Стойкий иммунитет формируется в течение 2-4 недель после прививки.